Почему не цветут пионы? Многие спрашивают у меня, почему не цветут пионы? Чтобы пионы хорошо цвели, вот смотрите, бурно, дружно. Конечно же, подкормки никто не отменял. Потом их нужно очень правильно обрезать. Я вам показала белый. Пойдемте покажу, как у меня здесь цветут. Вот, чтобы было понятно. Мы просто резали много уже, очень много букетов нарезали. Но больше 40 штук, наверное. Вот здесь, наверное, 30 штук срезали с этого куста. Здесь у меня три куста. Уже все, уже они перецветают. У нас 31 градус, 32. Так что им уже хватит. Хватит. Пойдемте полюбуемся там. С пиончиками. Во-первых, очень много было у нас воды. Сначала были дожди. Потом стало 30 градусов. 32. Вы посмотрите на этот бутон. Я не знаю, 20 сантиметров в диаметре. Обратите внимание, какие бутоны. Вот моя рука. Огромная. Огромная. Вот. Это такие пионы. Советские, так я говорю, советские пионы. Кормить нужно. Я не кормлю их. Прямо над ними не дышу. Осенью зола, весной азот. Все. Теперь, смотрите, я хочу показать на пионе, на каком-то, который уже перецвел. То есть, нужно обрезать пион. Вот у меня куст. Вот куст. Да? Смотрите. Пион нужно обрезать на уровне куста. Вот, как вы видите кустик. Видите, я обрезала. И кустик получается. То есть, чтобы был шарик. Чтобы был шарик. Нельзя пионы обрезать вот там, прямо у земли. У подножия. Как бы вот этот отцвелший, отцвелший, допустим, будем говорить, пион. Ох, это хорошенький. Я уже его срезала. Отцвелший стрелку, отцвелший стебель, мы не обрезаем вот самого корня. Мы обрезаем на уровне листьев. Как бы оставляем куст. И нельзя сами листья обрезать рано. То есть, вот захотели в августе обрезать и обрезали. Нет, так не надо. Пион вам покажет сам. Он начнет краснеть, он начнет желтеть. Вот когда уйдет уже вегетация его, как бы он перестанет. Он уже уйдет на спячку. Поменяется цвет листа. Тогда можете смело обрезать. Обрезали, порыхлили, удобрили неазотным удобрением. И все. И будут у вас вот такие. Вот такие огромные у вас будут пионы. Если не будете рано обрезать листву. Если не будете очень далеко обрезать. То есть, вот так, вот так нужно обрезать. Вот. Все. Сантиметров сорок. Ну, то есть, на уровне самого куста. Не будете убирать цветоносы. И будете кормить безазотным. То есть, без азота осенью и азот весной. Все. И такие у вас будут красавцы. Вот они какие. Смотрите, какая. Мы померили 18 сантиметров. Все-таки решила подождать немножко, когда уже перецветут полностью пионы. И показать вам, как правильно вырезать. Обратите внимание. Вот стебель. Вот он. Где у нас кусты заканчиваются? На таком уровне это наш кустик. Мы вырезаем вот так. Убрали. Тоже на уровне самого кустика. Убрали. Убрали. Посмотрите, как получилось. Вот так. Кругляшочек такой аккуратный кустик. Так, чтобы не бросалось в глаза, мы выровняем. И листики закроют некрасивые. Вот такой аккуратненький кустик получается. Смотрите. Все обрезали вровень с кустиком. Получается такой круглый куст. Сейчас мы ничего не делаем с ним. Абсолютно ничего я не делаю. Если вам хочется, можно порыхлить. Но я думаю, что это лишнее. Осенью. Когда мы будем обрезать? Да. До осени мы его не трогаем. Ни в коем случае не обрезаем лист. Вообще. Все. Вот такой красивый лист у нас будет стоять. Такой красивый куст у нас будет стоять все лето. Не спешите его обрезать, если хотите, чтобы он хорошо цвел на следующий год. Обрезать будем. У меня есть, конечно, видео. Но я скажу, что обрезать нужно, когда лист поменяет цвет. Он будет краснеть. Он будет начинать буреть. Он сам подскажет вам, когда нужно будет вам его обрезать. Обрезали кусты. Оставили сантиметров пять. Такие стебелечки небольшие. И все. Порыхлили и удобрили суперфосфатом. Или золой. Что у кого есть? Кто хочет химии, это суперфосфат. Без азотное удобрение. Или можно посыпать золой, как я сказала. И порыхлить тут же. Как бы заделать его в грунт. Все. И мы опять забыли до весны про пионы. А весной приходим к пионам. И уже можем удобрять, если это нужно, на вашей земле. Но вообще так нужно, я вам скажу. Нужно. Можно удобрить. Такое есть удобрение. Там, где все поровну. Можно самое простое. Это нитромофоска. Там 16, 16, 16. 16 азота. 16 калия. 16 фосфора. Можно этим. Если у вас есть зеленые удобрения. Есть и навоз. Пожалуйста. Но фосфор, калия там нужно будет чуть-чуть буквально добавить. Все. Вот такие пионы. Так цвести будут хорошо. И хороший куст у вас будет все лето стоя. Делить кусты можно. Я в том году делила куст. И у меня в этом году он цветет. Единственное, что цветочки, конечно, будут поменьше. А делить можно кусты, если при желании выходить и размножить. Единственное, что еще может быть причиной нецветения пионов, это заглубление кустов. Заглубление корней. Так что проверьте, как вы посадили. Может быть, у вас только первый год не цветут. Это другое дело. Если вы посадили деленочку, а не просто вот такой куст большой, да? Просто разделили на 3-4 части, то он у вас точно зацвести должен. А если деленочка, совсем уж там один корешочек такой маленький. Ну, вы увидите, если деленочка. То, конечно же, нужно ждать нарастание куста. Я сейчас вам покажу, что я посадила, какой кустик я посадила в том году. И он цветет. И вот, обратите внимание, я вам обещала показать. Осенью я разделила куст. Не на деленочки, конечно. Просто куст на 3 части разделила. И посадила сюда части. Вот смотрите. Здесь, по-моему, даже две. Две. Просто не знала, куда посадить. Вот они. Небольшие, но они цвели. То есть, пусть будет небольшой кустик, но он будет цвести. Но если у вас будет один корешочек, конечно же, нужно ждать. Все. Я вам, по-моему, все рассказала о пионах. Что нужно, чтобы они цвели. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...